Бывшие троечники, как вы живете сейчас? Отличник, а не троечник, но вот моя история. Поступил на бюджетное обучение в Германии, плюс получаю стипендию в 1200 евро. Подрабатываю массажистом и получаю в среднем 8-10к евро в месяц. Живу со своей девушкой, говорю на четырех языках, отправляю деньги на родину родителям, занимаюсь любимым хобби, иногда играю в покер, а сейчас лежу в постели дома своей девушки и читаю этот трет, пока она готовит кушать. Хотя обычно это делаю я. Мой бывший одноклассник Троечник поступил, пожалуй, в один из худших колледжей нашего региона. Он подал документы очень поздно, его просто запихнули на тот факультет, в котором осталось свободное место. Он читает хуже, чем дети в начальной школе, не может сложить двузначные числа, не учится, не работает, пьет, курит. Другой мой одноклассник был отличником, поступил в музыкальный колледж, пишет музыку, играет на концертах, участвует во всероссийских и международных конкурсах, сотрудничает с известными в нашем регионе певцами и музыкантами, готовится поступить в московский вуз. У него было несколько личных концертов в паре городов. Несмотря на то, что как человек он мне неприятен, он гениальный музыкант, который уверенно идет к своей мечте. У меня есть еще два знакомых, которые закончили школу в один год. Один золотой медалист, другой еле-еле получал тройки. Первый учится на прокурора, второй уже три года сидит в тюрьме. Я учился в школе на 3-4, четверки были только по тем предметам, которые были мне интересны. По алгебре и геометрии было по 15 двоек к концу 11 класса. Поступил в универ на платное, не понравилось, забил. Через год в 18 лет ушел в армию. После армии поступал еще два раза в разные универы, тоже не понравилось. Сейчас зарабатываю несколько средних зарплат по Москве. В школе нас учат только базовым вещам, коммуникации между людьми, чтобы мы могли понять друг друга на начальном уровне. А как найти себя, определить себя, свое признание, свою страсть, такому в школе на базовом уровне не учат. Это ваша личная задача. Как факультативное занятие вне школы дополнительный урок. Найдите то, что вам интересно, чем вы смогли бы заниматься большую часть своей жизни и не испытывать стресса от своей деятельности. Не стесняйтесь просить помощи у других, чтобы они помогли вам найти себя и свое призвание. Спросите своих друзей, своих учителей в школе, родителей, как они вас характеризуют, какую оценку дают вашему характеру. Вам нужно узнать, как вас видят остальные, дополнить свое собственное представление о себе. Усиливайте свои сильные стороны, работайте над слабыми. Ищите ту деятельность, где вы смогли бы проявить свои лучшие качества. Проходите профориентационные тесты. Узнавайте больше о себе. Читайте больше различных книг, не художественных. Это чужой опыт и многогранные знания. Не стесняйтесь обращаться к специалистам, если вдруг запутались. Самое главное, не затянуть эти поиски себя до 30 лет. Впрочем, в этом возрасте тоже не все еще потеряно. Всегда можно при должных усилиях изменить свою жизнь. Как хотите лично вы, а не кто-то другой. Ведь вам жить свою жизнь, а не вашим родителям, учителям или друзьям. Родился и жил в деревне. Всю жизнь учился на тройке. После 11 класса поступил в колледж в местном Мухосранске. Через год бросил, начал изучать математику, программирование, статистику, финансы. В итоге поступил в хороший вуз на бюджет в Москву. Учусь на втором курсе, работаю программистом. Делаю 150 тысяч в месяц, к лету буду зарабатывать 180. Также учусь сейчас английский, планирую через несколько лет перебраться в США. Я стабильный троечник, начиная с пятого класса. Сейчас работаю программистом. Работаю на удаленке, часто успеваю сделать всю работу всего за пару часов в день. Никогда не ругайте детей за тройки, возможно им просто не интересен предмет, или не хочется прожигать молодые годы, ломая голову над конченной домашкой. Закончила школу и колледж в среднем на четверке. Троек мало, но сам факт, это уже троечник. Не работаю по профессии, но работала в танцевальном шоу с 15 лет. Сейчас мне 21, я беременна и временно не работаю. Живу с бабушкой и будущим мужем вместе. В целом есть еще много целей, которых надо добиться, но и прям так сильно не жалуюсь на жизнь. Я сейчас троечница. Помимо школы у меня много занятий. И уже седьмого класса думаю о том, чем я хочу заниматься. Перебрала много отраслей занятости, некоторые намеки уже есть. Очень важно чем-то заниматься помимо школы и добиваться результатов в чем, что вам нравится. Очень надеюсь, что все сложится по моему плану действий после школы. Но поднять оценки по, например, алгебре или физике не получается до сих пор. Школу закончил с 19 тройками из 23 возможных. Поступил в откровенно слабый гуманитарный вуз, а потом и на средненькую работу, на которой проработал 7 лет. Но еще со второго курса вуза заинтересовался инвестициями и вкладывал в различные активы почти все, что оставалось после трат на жизнь и еду. На текущий момент пассивный доход ощутимо превышает мои расходы. А я уволился и провожу свои дни так, как душе угодно. Окончил школу с двумя четверками, остальные тройки тупо от лени. Набрал десятки долгов в универе от той же проблемы, психанул, все сдал и свалил с универа со словами «Увидимся в следующем году, я вернусь на заочку». Деканат мне не поверил и очень сильно удивился моему возвращению в августе. Пока закрывал долги и неосознанно заучил весь материал, и потому заочка показалась мне сказкой. Итог. Защита диплома на 5 и вкачанный навык, минимум телодвижений, максимум КПД. Я бы мог сказать про шестизначный месячный заработок, но это плюс налоги, плюс кредит, плюс напиво. Единственный минус – это не особо оптимизированный рабочий график, но решать эту проблему мне лень. Изменено. На решение закрыть долги и поменять что-то в жизни неплохо так повлиял проект «Коза», за что отдельное спасибо. Круглая отличница, но никогда не считала, что от оценок зависит будущее. Да, может они будут иметь значение при поступлении в колледж или универ, но уж точно не помогут найти работу и связи после. На кой чёрт мне пятёрки, если я боюсь даже со своими одноклассниками заговорить? Я интроверт с детства, очень стеснительный человек, плохо ориентируюсь в пространстве и постоянно теряюсь. Я не умею быть смешной. Легко заводить новые знакомства и ужасно боюсь будущего, потому что считаю, что кем бы я ни работала, взаимодействовать с людьми по-любому придётся. Мне 20. В школе был троечником, сейчас делаю игры и зарабатываю примерно миллион в месяц. Правда, в школе я не учился не потому, что не мог, а потому что всем сердцем ненавидел школу и презирал всю систему образования. Да и сейчас продолжаю это делать. На уроках я обычно рисовал и строил планы на будущее. Кстати, сейчас все складываются гораздо лучше, чем я планировал в школьные годы. 17 лет, закончил 9 лет, с полным троек аттестатом, гиперопека родителям, 9 лет издевательств в школе, нет друзей из-за отсутствия общих интересов. Учусь в 11 классе другой школы не по своему желанию. Попал туда только из-за своей властной матери с хорошими связями. Сейчас мне накручивают оценки для аттестата, чтобы пропихнуть в вуз, но я понимаю, что ЕГЭ не сдам, поэтому даже не пытаюсь готовиться к нему. Не хочу жить как офисный планктон и заниматься чем-то просто ради денег. Своей нелюбовью к учебе усумел сохранить нестандартное мышление и воображение, хотя при этом знаю английский язык на разговорном уровне. В будущем думаю создавать видеоигры, анимации уже есть некие наработки. Мать ничего не имеет против того, что я собираюсь идти в эту сферу, но она пытается все устроить за меня и как можно понять не так, как я хочу. Я уже умею большую часть того, чему меня научат в вузе. Я не хочу тратить на него свое время и силы, раз он мне ничего не даст. Так что надеюсь, что мама осознает, что не нужно за меня все делать. И то, что она так только наломает больше дров из моей жизни. Сам ничего с ней поделать не могу, остается только надеяться. Мне 22, учился на тройке, семья бедная. До 20 менял много работ, потом устроился оператором в колл-центр. Два года там проработал, параллельно уча программирование. Месяц назад устроился программистом на первую работу, где предложили столько, чтобы хоть на жизнь хватало. 30 тысяч. Сейчас каждый день работаю, от работы кайфую и очень много учусь регулярно. Учился на тройке, пятерке и четверке, всегда были только по физике, с информатикой и историей. Сам постоянно изучаю программирование, довольно прибыльное дело. Обучаюсь в колледже на логиста, я думаю, что мне просто повезло. Средний балл 3,8. Зарабатываю в час 6к. Учусь в вокальной школе, хочу где-нибудь петь в свободное время. Например, в каком-нибудь кабаке, подработку взять чисто для души. Скинул 45 килограмм веса, выгляжу неплохо, чувствую себя шикарно. Моя жизнь пока что складывается весьма неплохо, да и возраст пока позволяет. 25 лет, еще куча всего впереди. А на этом все, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из 4 слов, это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok